МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным следствия, в 2019 году должностные лица, действия группы лиц по предварительному сговору, получили взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в пользу третьего лица, а именно получение необоснованно завышенной скидки по размере свыше 1 миллиона рублей на приобретение автомобиля. Взятка предназначалась за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах двух обществ Вери в 2020 году. В рамках расследования уголовного дела сотрудниками региональных управлений СК России и МВД проведено более 70 следственных и процессуальных действий, в том числе проведены обыски по месту жительства фигурантов и других участников уголовного процесса. Проведено более 15 осмотров мест происшествий, изъятой документации, денежных средств и иных предметов, допрошено более 40 свидетелей, проведена оценочная экспертиза, а также дана оценка представленным результатом оперативно-розыскной деятельности. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу прокурорам утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. С территории одного из вышневолодских коммунальных предприятий похищены рельсы. Ущерб составил почти 63 тысячи рублей. По сигналу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперты-криминалисты с места кражи изъяли следы обуви и слепок протектора шин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена личность злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель, который работал на этом предприятии. Полицейские выяснили, что злоумышленник беспрепятственно вошел на территорию предприятия, демонтировал 125 погонных метров рельс, вылез похищенный на грузовом автомобиле и сдал в пункт приема металла. Дознавателем Вашневолодского отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье кража. За совершенное преступление фигуранту может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.